всем любителям зубцов и пюроэтов пламенный привет меня зовут эмма эта программа фигурка и я рада вас видеть на нашем новом youtube канале который посвящен исключительно фигурному катанию если вы на нас еще не подписаны то обязательно подпишитесь прямо сейчас ну а сегодняшняя программа посвящена предстоящему финалу гран-при по как вы уже поняли по фигурному катанию и как всегда у меня есть коллега напарник который будет мне в этом помогать и сегодня этот прекрасный дмитрий соловьев олимпийский чемпион серебряный призер олимпийских игр чемпион европы многократный призер этапов гран-при и рекордсмен по количеству золотых медалей на чемпионате россии дима привет привет ты сразу после какой-то репетиции заехал сейчас вообще много работы мы сейчас работаем над тремя спектаклями вот сейчас время через пару дней мы улетаем в прагу там у нас будет щелкунчик данным тем более преддверии нового года у нас особенный такой ажиотаж вокруг фигурного катания вокруг сказок вокруг сказок поставленных илью эрбухом татьяны навкой евгением плющенко то есть это такое ну в общем то очень интересное насыщенное интересное время да ты сказал три шоу три сказки это какие это сейчас будет щелкунчик в праге через какое-то время буквально через пару дней после мы улетаем в мальту это будет премьера нового спектакля илья вербуха то есть такой очень ответственный момент как всегда и уже под новый год мы в питере с катей будем выступать на сцене в сказке морозко на сцене ну а как же лед это же цена как они вот как ты уже это представляешь то есть у вас там свои вы как-то настраиваетесь на всех если сцену то есть когда актерская игра это особенный период времени в которым можем попробовать себя в новых в новых ролях новых ипостасиях попробовать себя совершенно в разных ролях с разных сторон и это дает возможность в общем-то не ограничиваться на такой вот спортивной карьере а развиваться в актерской что ли деятельности потому что это совершенно разные роли что касается финала гран-при ты не понаслышке знает что это такое атмосфера вот внутри там под трибунные помещения завтрак обед ужин в кругу лучших спортсменов мира на данный момент она отличается от того что бывает вот на этапах то что сейчас вместили ну как сейчас уже прошло достаточно времени уже привыкнуть к тому что совместили юниорский финал гран-при и взрослый я считаю что это очень хорошее развитие для именно юниорского катания потому что они могут окунуться в эту атмосферу и почувствовать то что испытывает взрослый спортсмен соревнуясь со своими скажем соперниками на льду уже на совершенно другом уровне это дает возможность развиваться как я уже говорил это дает возможность не стоять на месте а сделать очень хороший анализ своего катания сравнить какие-то элементы какие-то вещи подход разминку то есть понаблюдать можно сказать в этой атмосфере за тем как же работает уже профессиональный спортсмен ты можешь вспомнить как они себя ведут эти юниоры они кто-то борзые да наверно кто-то наоборот стесняется вот в компании более опытных фигуристов приятно смотреть на нашу сборную со стороны уже так можно сказать взрослого спортсмена ребята очень молодые заинтересованы прежде всего в спорте и нет каких-то таких вы с выскочек да то есть все очень так вы держите наверно держали абсолютно абсолютно нет мы периодически бывало такое что ну как периодически мы встречались на финале гран-при вообще первый раз я узнавал о том кто из юниоров на данном этапе карьеры представляет нашу страну но не следил за юниорскими этапами но мне было прежде всего не до этого потому что я мы уже когда-то обсуждали мы искать и привыкли надевать шоры в своей работе да естественно мы следим за своими соперниками что происходит на тренировках у них что у них происходит на соревнованиях какие программы есть какой-то анализ но в основном это все таки работа шла на наш результат и мы редко редко когда удавалось нам найти время для того чтобы посмотреть последить за нашими юниорами хотя вот я могу сказать что но после олимпиады в корее мне посчастливилось комментировать юниорский чемпионат мира и в общем то я очень был приятно удивлен нашей сборной в танцах на льду и понимаю осознаю что есть хорошее будущее за нашими спортсменами да у нас очень хорошая юниорская сборная слову в финале у нас три одиночника представлены четыре одиночницы пять спортивных пар из шести будут представлять россии и три танцевальных дуэта всем 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 желаем чистых прокатов побед и пьедестал почета было бы вода идеально что в каждом виде при том что есть все шансы в каждом из видов наши фигуристы претенденты на весь пьедестал почет так же прекрасно ну в принципе финал гран-при можно сравнить чемпионатом мира безусловно это такой проходясь чемпионат мира так как отбираются самые лучшие тем не менее бывает такое что кто-то снимается с финалов гран-при и не всегда вы выходит в итоге финал который мы так скажем ждем то есть периодически пропускают спортсмены и этапы гран-при что не позволяет в общем-то добраться на финал гран-при кто-то из-за травм кто-то меняет свои программы уже к более важным соревнованиям сезона чемпионат мира да то есть это такой в общем то можно назвать это проходящий чемпионат мира но при этом бывает такое что все таки многие стараются в этот момент либо поправить здоровье или поменять программы естественно мы ожидаем всегда только сильнейших за танцами ты по-прежнему следишь да конечно 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 на мой взгляд последние годы мужское одиночное катание танцы на льду были в таком небольшом упадке у нас ну потому что мы привыкли мы всегда что золото а здесь вот как-то все время упускали борьбу а сейчас сейчас идет такой неплохой рост но это чисто мое мнение хочется узнать твое по поводу танцев на льду это прекрасно что в нашем виде и у одиночников мальчиков стало получаться бороться за самые высокие медали именно чемпионатов мира потому что мы привыкли чемпионат европы всегда наш а вот чемпионат мира когда у нас выступали еще в нашем виде теста со скотом которые вернулись выступали брат сестры бутане то есть всегда была такая вот борьба что ли за третье место а сейчас есть возможность чуть-чуть выдохнуть что ли потому что ушли и ушли основные такие гранды которых мы даже вот уже привыкли не считать то есть это те кто априори займет то там второе там первое второе место и мы боролись за 3 попадать из сезерон французы да это первое место а дальше а дальше у нас есть прекрасная возможность бороться за попадание в тройку и в общем то даже я бы сказал ступать на пятки французам потому что их тенденция не нашли себя но есть возможность удивлять чем-то еще я имею ввиду нашим спортсменам как думаешь в этом сезоне это уже возможно обыграть их французов если смотреть по рейтингу они идут первыми вторыми идут виктория синицын никита кацалапов 3 канадская пара спорье да кстати говоря тоже для меня не скажу что это было каким-то открытием канадцы но на них было смотреть я не могу это описать это ощущение они каждый раз пытаются ломать себя придумать что-то новое придумать какие-то новые элементы на них всегда смотреть интересно тем что они делают что-то новое но класс катание класс катания который есть у наших ребят у саши с вами у вики с никитой это тот класс катания который вот выходит пара на лед просто эстетически на них приятно смотреть это рослые такие ребята такие девочки тоненькие ну приятные статистически вот самого начала самого начала вот смотреть на них приятно а уже что говорить про сами программы это невероятное удовольствие я признаюсь честно с джоном гурейра обсуждали вот какую тему точнее он ее озвучила мне очень понравилось что есть грубо говоря мэдисон чок иван бейтс который показывает яркую программу произвольную в этом году египетский танец невероятный и есть попадать и сезерон которые просто парят надо льду там не слышно как они катят и вот что здесь лучше тебе такой ближе стиль мне наверное ближе все-таки катание попадать из это такое фигурное плавание в программе которая не показывают я не такое ощущение вот как будто это огонь огонь который если одно одно пламя да там заканчивая свое свое движение то выливается второе и это настолько гармонично смотрится все в целом что не видно работы а это самое главное в нашем деле как как только появляются ощущения что спортсмен работает но именно фигурном катании сразу ломается вот это восприятие и легкость легкость восприятия на них смотришь во-первых абсолютное ощущение того что они не могут упасть но не могут они сорвать какой-то элемент то есть них какой-то такая уверенность и такой контакт который я не знаю я могу ошибаться может кто-то скажет я этого не вижу не замечаю это моё чисто субъективное мнение в общем-то она отражается в их оценках безусловно это многие могут в общем-то сказать такими же словами как и я что касается мужского одиночного катания ты сказал очень классную фразу что не видно работы по мне не видно работы когда на лед выходит нейтан чен он настолько уверен в этом сезоне особенно короткий такая короткая программа абсолютно я не могу это назвать программы это какой-то просто вышел парень и как будто с импровизировал но с импровизировал так как он это чувствует как он это знает то есть это конечно постоянно поставленная программа это большая работа которая за плечами это огромный талант это колоссальный труд это все но ты этого не видишь он просто показывает всем что надо жить фигурным катанием а не работать на льду это тяжело это очень сложно у меня просто прощение складывается вот он приходит на вечеринку друзьям вот весь зрительный зал это его друзья и он просто перед ними вот танцует показывать что он умеет и это невероятное чувство сближения с фигуристом то есть он не абстрагируется там от тебя он не живет в себе вот такое типа здесь проехал тут посмотрел он просто в этом живет и это очень но при этом он делает делает сверхъестественные вещи для многих и сверхъестественные одна из них это борьба которую он навязал двукратному олимпийскому чемпиону юзуру ханию и вот они ведь тоже разные нейтан и юзуру нет есть что-то в них похоже это профессионалы своего дела это фанаты своего дела вообще это космос то есть они улетают совершенно в какой-то другой мир они еще такое ощущение что как только выходит на неналет закрывается все вокруг и вот они в центре событий все на них смотрят и они не энергетически заряжаются от того что все кто вокруг получают огромное удовольствие от их не работает от их жизни на льду наши ребята саша самарин дима али невероятные умнички отобрались финал саша самарин вообще боец то есть так 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 такой молодец умеет собраться в нужный момент и не боится пробовать рисковать он прям такой вот мужик что ли это очень импонирует это очень приятно осознавать что у нас есть такие спортсмены с большой буквы дима алиф у которого потрясающее скольжение он владеет очень хорошим коньком который беззвучным такой тоже что ли плавит лед да это такой так уже хочется чтобы у них все получилось вот как только они начнут кайфовать да когда они начнут получать расскажи ты человек с опытом почему можно не кайфовать давит ответственность за то что ты представляешь россию почему нейтан кайфует ханю кайфует а наши я прицитирую максима малинина который сказал я научился кататься только через несколько лет после того как завершил карьеру и порой спортсмен осознает и понимает что он делал не так что он делал неправильно как надо как надо ощущать музыку как надо это все чувствовать слишком поздно и тренер не всегда может это объяснить это должно прийти к спортсмену он должен это сам прочувствовать сам понять здесь он от и ты когда быть универсален в том что не всегда тренер говорит задание его нужно выполнять только так как он это говорит нужно уметь как-то посмотреть с разных сторон и попробовать разные варианты то как ты это чувствуешь что как тренер это говорит совместить и тогда это получается совершенно другая картинка схема очень сложная но я это понимаю я понимаю что я говорю то есть даже посмотреть на юзуру да там четверной вот другой бы спортсмен упал и сделал бы 90 кувырков и врезался в бобборд этот выходит из любого положения этому никто не один ни один тренер не научат поверьте мне это собственное ощущение и вот каждому из спортсменов из грандов большого спорта присущи вот это ощущение и чувство правильного момента что ли и тем более удивительно становится тот факт что вот на этой самой планете вместе с юзуру и ничем нам живут наши девчонки трусова щербакова костарная загитова медведева туктамышев вот все да они но в этом сезоне как-то взрывается информационное пространство тройка а аня алена и александра как они тогда получается в столь юном возрасте умудряются вот нести это в себе вот это ощущение про которое ты говоришь и что-то я себе плохо представляю что им это говорит а они такие что-то свое еще привносит здесь конечно большой профессионализм тренер который умеет правильно технически объяснить сложнейшие элементы фигурного катания сложнейшие и вот это детская непосредственность когда ты еще не понимаешь что вокруг тебя люди которые на тебя смотрят делают ставки рассчитывают что это огромная ответственность они выходят и радуются вот этому периоду своей жизни что они выступают на льду они доставляют огромное удовольствие нам всем они делают очень сложные элементы и от того что они получаются и получаются на очень высоком уровне они от этого энергетически заряжаются я я пожелаю наверное нашим девчонкам в особенности не потерять вот эту непосредственность на которая у них есть потому что как только ты начинаешь задумываться об элементах как только ты начинаешь задумываться задумываться о том что на тебе лежит огромная ответственность это сразу плюс 20 килограмм тебе на спину это очень тяжелая такой тяжелый момент переломный через него не каждый спортсмен может пройти это на заново надо научиться справляться с волнением с эмоциями с тем что в тебе кипит это 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 новые новые совершенно это новый ты тебе приходится совершенно по-новому себя ломать все девчонки у нас разные по манере катания по манере прыгать и вообще по эмоциям ты можешь кого-то выделить вот для себя что не то чтобы ты там за нее болеешь но вот это вот этот образ мне ближе вот эта манера катания мне ближе вот как ты сказал что попадайки с изерон тебе по образом больше подходит нежели чок бейтс да наверное я могу выделить это наверное просто спортсменка которая ну ближе мне по какому-то видение фигурного катания то как она его показывает на льду это алёна косторная у нее такое приятное скольжение широкое то есть это сочетание сложных элементов тройной аксе кто бы раньше мог подумать да в таком возрасте про такие сложные прыжки с очень хорошим владением конька владением чувством музыки чувством вот этого ритма чувством когда ты проживаешь программу и музыку вместе вот какое-то одно целое это мое субъективное мнение наверное мне просто ближе именно такое катание а вообще я могу сказать что сейчас такой бум сильнейших девчонок у нас в россии что никогда не знаешь кто же завтра выйдет кто же в следующем сезоне выстрелит это так здорово от этого юниорские финал гран-при становится еще интереснее камила валиева и ксения синицына и дарья усачева и там еще виктория васильева и еще 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 девчонки которым просто не хватило места в финале не потому что они хуже катаются просто финал ограничен шестеркой сегодня неожиданно мне прислали анкету чтобы я ее запомнила и там значит был такой пункт нужно было выбрать зрелое женское катание или прыжки ультра си вот ты бы как бы я ответил сочетание зрелого женского катания и прыжков ультра си но мне ближе все-таки катание потому что даже в названии нашего вида спорта есть катание фигурное катание да кстати я на этом очень часто делаю акцент и очень хочется видеть именно катание сложное катание это мы сегодня очень много говорили и очень много уделили внимание нэйтану чена до французам юдзуру ханию это спортсмены которые научились сочетать сложнейшие элементы и сложнейшие шаги связующие между элементами смотри у меня в руках фотографии всех финалистов взрослого этапа гран-при я тебе буду показывать фотографии с тебя либо ассоциация либо какой-то прогноз на его выступление в финале поехали поехали бэнджин очень интересный спортсмен он потерял на какое-то время себя достаточно резко вырос и вырос не только физически но и в голове он понял вот эту вот эту груз ответственности но сейчас ним борется и он не назову его таким непредсказуемым что ли то есть он может получить показать любой результат опасный соперник до так у него очень интересные программы у него очень странные прыжки очень нестабильные но очень интересные программы он такой заводила очень эмоциональный я помню по моему этап во франции когда он после произвольные даже заплакал не знаю с чем это было связано но это видимо связано с тем что он был рад выступать и естественно может быть это какая-то травма может быть что-то там у него в жизни сложилось дима алиев но я про него тоже уже говорил это спортсмен который очень хорошо чувствует музыку очень хорошо владеет коньком он растворяется в программе иногда ему не хватает физики в плане доехать доехать программу и это сразу смазывает картину но он работает и прогресс виден очень даже от начала сезона вот хотя бы до настоящего времени будет стройке финале как думаешь но все все в его руках конечно это вполне возможно и я уверен то что все в его силах это очень окей саша самарин саша самарин мужик насчет тройки как думаю что ноги от конечно да не думаю я уверен я уверен что в деле что в саше что эти ребята еще покажут конечно ну и парни которых мы тоже уже говорили здесь скорее вот вот так я сделаю нейтан чен и юзуру ханю все равно выиграет кто-то из них это говорят все и что борьба за золото будет но это спорт вы же понимаете что все возможно и каждый может как и откататься чисто так и допускать какие-то ошибки но почему-то у меня нет в них сомнения да то есть не займут в оба первое место не займут но эти ребята будут бороться только за первое за второе они они знают что каждый из них первое место один но я знаю откуда же я знаю я за я я не могу сказать нет ребята очень сильно импонируют оба конечно тогда идем дальше парное катание дарья павлюченко денис ходыкин очень хорошие ребята очень старательные вообще у нас очень хорошие спортивные пары в целом я знаю что у нас ребят все очень стабильные да тут уже будет вопрос о том насколько они растворяются и программе то что они откатая чисто не к сомнения сомнений ни у кого нет а вот дальше уже идет будет идти сравнение качество элемент качество элементов и так далее так далее все что вытекает уже пара с опытом кристин муртауэр майкл маринара тоже такие непредсказуемые и как они как могут и откататься чисто и закончить на кураже да так вот они могут и допускать ошибки еще одна наша пара анастасия мишина александр голямов очень порадовали в этом сезоне первую взрослую сезону ребят это здорово что с первого сезона ребята уже претендуют на такую серьезную борьбу за медаль на финале гран-при поэтому будем их относить вот к ребятам которые вполне себе могут накатать на медали финал гран-при китайский дуэт ченг пэнг янг джин я люблю когда есть эмоции я люблю когда ты не просто катаешься под музыку а когда ты можешь отразить своими эмоциями тот сюжет который ты либо для себя придумал либо то что отражает эта музыка и у меня всегда такое двоякое ощущение когда смотрю на катание этой пары говоря об эмоциях следующие две пары на эмоции вообще не жадны не скупы совершенно это дмитрий козловский открытие это открытие еще прошлого сезона я обратил на них внимание и насколько я так вот насколько я разбираюсь именно в парных сложных элементах они проделали большую работу и в общем-то усложнили свою программу по сравнению даже с прошлым сезоном и очень уверенно они выступают главное не потерять вот этот кураж этот внутренний огонек который у них сейчас есть пусть он разжигается в самый нужный момент пусть мы будем только рады и вот я думаю что это можно сделать вот так параллельно борьба за первое место с китайским дуэтом сумасшедшим на эмоции еще одним мы хотя казалось бы да дуэт из китая непривычно очень вэн джин суй конг хан две совершенно разные пары сравнивать никаким образом нельзя каждого свои плюсы у каждого свои преимущества при том что они очень маленькие по росту ощущение что они заполняют собой всю площадку это такое широкое красивое катание тихое что очень многие специалисты отмечают что не слышно как они катаются как они выполняют сложные элементы и очень эмоциональные очень переходим тогда к женскому одиночному катанию брэдди тэнел американская фигуристка знаете как есть что ли стереотип американское катание да вот такая американка заводная эмоциональная алиночка загитова растет она растет растет она не не я не про сейчас не про физическую составляющую она растет очень в голове ее сознание ее понимание фигурного катания растет понимание каждого движения в программе то что она стала взрослее и как это даже и вот она прочувствует каждая каждую секунду своего катания контролирует контролирует да вот это все это видно видно по жесту видно по взгляду видно по эмоции кихира наша опасная соперница опасная да у нее чем-то серьезные прыжки но нашим девчонкам не страшно она ну нет почему не страшно у нас серьезный соперник в лице японки всегда нужно своего соперника уважать и понимать что в общем то надо самим выполнять свою работу уже потом говорить о том что есть какие-то вещи которые могут не нравиться да могут нравиться но в целом серьезная соперница анечка щербакова ну тоже бесстрашная девчонка выполняет сложные элементы это все так играючи все так катучие это здорово александра трусова тоже совершенно бесстрашная ничего не боится видит свою цель улучшается с каждым прокатом с каждой с каждым выступлением интересно будет мне интересно будет вообще на всех наших девчонок посмотреть в следующем сезоне когда они уже начнут более по-взрослому то есть они вот вчерашние юниорки и первый такой взрослый сезон для них это такая что ли влиться до в эту систему следующий авантюра такая в этом сезоне ну что ли что ли типа того ну и алена костарная я думаю они это уже много рассказал много что сказал есть что добавить ну наверное нет я в общем то да очень так фигуристка которая тебе больше близка именно по катанию по представлению программ как будто она уже сезон откатала она уже выступала во взрослом прошлом сезоне и уже прочувствовала это состояние взрослости и у нее это хорошо получается она очень в этом плане сильно прибавляет то есть она словно да уже откатала и не вне первый год катая да интересно ну и давай по-быстрому танцы принципе мы о них уже очень много говорили мэдисон чок и вам быть будут давай здесь в танцах все-таки как ты специалист больше будешь говорить по возможным местам потому что в танцах все более-менее предсказуемо будут бороться за тройку я думаю что им будет сложно бороться за тройку откровенно хотя они в этом сезоне показывают какой-то стараются что-то новое при принести что-то экспериментировать и в программах и в хореографии и они стали другие какие-то но мне кажется не в этом сезоне не в этом сезоне наши александра степанова и иван букин будут бороться за тройку да конечно да что вот круто и это приятный прогноз мэдисон хаббл за хардонов ю в тройке тяжеловато они в этом сезоне мне на них смотреть тяжеловато то есть они в общем то такие и без того атлетичные спортсмены но такое было ощущение что в прошлых сезонах они прям летали да а в этом сезоне на мой взгляд они тяжеловаты пара которая тебя удивила да они будут серьезными соперниками наши за тройку до виктория синицына никита коцелапов и очень хочется тоже сделать вот так параллельно за первое место все таки хочется да за первое место сделать 3 еще и на одном уровне обрели какую-то уверенность что для ребята и в этом сезоне они раскрываются раскрываются совершенно по-другому дышат в своих танцах мне очень нравится твой прогноз на танцы что две наши пары на пьедестале и борются за первое место с попадать и сезерон в принципе все твои прогнозы крайне положительные спасибо тебе большое мне было очень интересно и надеюсь вам уважаемые зрители тоже дмитрий соловьев олимпийский чемпион рекордсмен в очень многом фигурном катании а вам дорогие друзья я хочу еще раз напомнить что если вы по каким-то причинам пока еще не подписаны на наш фигурно-катательный канал фигурка то сделайте это прямо сейчас чтобы быть в курсе самых свежих интересных событий из этого потрясающего вида спорта дима соловьев спасибо тебе большое что ты нашел время прийти желаем тебе удачи успехов будем аплодировать вам с катей во всех ваших ледовых сказках спасибо любите фигурное катание